На Вести ФМ, 103, Дагестанское радио. Руслан, я вас приветствую. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Воспитание осознанных участников дорожного движения – это процесс, мы понимаем, непрерывный. Работа по пропаганде безопасности дорожного движения с детьми ведется круглый год. Сейчас в самом разгаре летние каникулы. Многие учащиеся проводят школьные каникулы в сменах летних детских центров. Поэтому в досуговой программе уделяется особое внимание изучению правил дорожного движения. Воспитание законопослушных участников дорожного движения – это одна из основных задач сотрудников госавтоинспекции, в том числе и сотрудников пропаганды безопасности дорожного движения. На сегодняшний день в Республике Дагестан имеется 26 лагерей круглосуточного пребывания. У нас ежегодно три смены. По месяцу они находятся. Приблизительно по месяцу, по три недели. Поэтому стараются сотрудники госавтоинспекции полностью охватить все лагеря и в том числе каждую смену. Как это происходит? Это вы раз в неделю едете в лагерь или это один раз в месяц? Как это организовано, эта работа? За одну смену на территорию лагеря находятся одни и те же дети. Следующая смена, вторая, соответственно, другие дети, третья смена пребывает. А количество большое бывает детей? Ну, каждый лагерь в зависимости по-разному. Если, допустим, в лагерь «Солнечный берег» там может быть и 400, и 500 детей, ну, приблизительно. То если взять, допустим, в лагерь «Сосновый борт», там может быть, допустим, и 50 детей, и 60 детей. Это такая приблизительная цифра, и все зависит, конечно же, от масштаба самого детского лагеря. Ну, проходит как? Хотя бы раз, минимум раз за смену сотрудник госавтоинспекции должен посетить ребятишек, провести с ними. Это же повод как раз-таки летом детей подготовить к новому учебному году. Во-первых, подтянуть их знания в области безопасности дорожного движения. Это как раз-таки тот рычаг для госавтоинспекции, чтобы и воспитать законопослужных участников дорожного движения, и подготовить их к новому учебному году. То есть охват достаточно весомый. Но помимо того, что мы сами проводим, у нас на территории Сфердагестана, при Министерстве образования, имеется Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, где специальные педагоги, которые именно работают в области обеспечения безопасности дорожного движения. Они к вам имеют какое-то отношение? У нас совместная работа, конечно же. У нас совместные приказы, совместная работа. И вот на их базе имеются три лаборатории безопасности дорожного движения. Это три автомобиля, специализированные автомобили, у которых имеются переносные мобильные автогородки. То есть они выезжают в любую, даже в горную местность, и в Центинский район могут выехать, разворачивают там, так скажем, мобильный автогородок. Что это мобильный автогородок? Это приблизительно перекресток, большой перекресток, и его можно по-разному, так скажем, собирать и разбирать, как и нерегулируемый, так и регулируемый. Планировать и показать специальные ситуации для детей и на велосипедах, и со средствами индивидуальной мобильности, с самокатами и так далее. Поэтому это большая помощь для нас, сотрудников, когда педагоги тоже выезжают. И поэтому, помимо того, что приходят сотрудники госавтоинспекции, в том числе и приезжают в лабораторию безопасности, в гаджо-детский лагерь. А насколько вы обеспечены наглядным материалом? Потому что ребенку чем 33 раза сказать, лучше один раз показать. Ну, смотрите, с детьми мы что проводим? Во-первых, они наглядно видят, как нужно вообще передвигаться в салоне автомобиля. То есть, что такое ремень безопасности, что такое детское автокресло. Что мы можем дать? Это информационные какие-то бюллетени, определенные листовки и так далее. Но, помимо этого, у нас дети зачастую же это пешеходы. Поэтому в каждый лагерь приезжая, соответственно, мы им раздаем браслеты, световозвращательные элементы. Это в ночное время? Сувениры, да, в темное время суток. При условии недостаточной видимости ребенок использует световозвращательные элементы. И, соответственно, водители наши на расстоянии минимум от 100 метров уже замечают пешехода. Такое у нас есть. Спасибо коллегам из главка, которые нас обеспечивают по мере необходимости всем этим. И, соответственно, мы детям, конечно же, раздаем это все. Самые частые нарушения, которые совершают дети? Вы знаете, если взять статистику ДТП, если мы возьмем за 5 месяцев этого года, то у нас на территории Споля-Дагестан произошло 77 ДТП, в которых 88 ребятишек пострадало, 8 погибло, к сожалению. Это в возрасте до 16 лет. И здесь я вам могу сказать, 6 детей погибших в категории дети-пассажиры. То есть там, когда непосредственно взрослые должны были обязаны соблюдать правила дорожного движения, перевозить своих детей в соблюдении правил дорожного движения. Здесь уже от самого ребенка мало что зависит, потому что он находится в салоне автомобиля под присмотром взрослых, так скажем, родителей, водителей и так далее. И только из 8 двое у нас, двое детей, это дети-пешеходы. Поэтому упор в этом году, во всяком случае, вот на текущий период мы делаем на перевозку детей. Что это означает? Что еженедельно на территории Республики Дагестан, это в определенные дни у нас дни мигрируют, мы проводим анализы аварийности, когда больше всего у нас детей пострадало, в какие дни, в какие часы и так далее. Проводим в единые дни безопасности дорожного движения, когда личный состав госавтоинспекции нацелен именно на выявление нарушений правил перевозки детей. А что показал этот анализ? Есть какое-то время, когда это на начался пик? Ну, не то, что анализ. У нас это постоянно показывает. Если мы в прошлом году за истекший период выявили, допустим, 7 тысяч таких нарушений, то в этом году уже более 10 тысяч таких нарушений. Наши родители, наши водители, к сожалению, продолжают нарушать правила дорожного движения. Хотя постоянно об этом говорится. Постоянно, постоянно. И средства массовой информации пестрят об этом, о том, что происходит ДТП, ДТП с детьми, что на руках нельзя детей перевозить. Категорически запрещено это делать, что ребенку на переднем пассажирском сидении запрещено находиться в возрасте до 12 лет. Но, к сожалению, наши водители считают, что они от всего застрахованы. И отсюда такие трагические случаи, к сожалению, у нас. Вот когда в летних лагерях вы встречаетесь с детьми, наиболее частые вопросы, которые вам задают дети? Ну, вы знаете, мы наиболее часто им вопросы задаем, потому что нас интересует, насколько дети правильно, владеют информацией, да? Правильно и безопасно передвигаются в салоне автомобиля. Но сказать, что у нас все критично, что детей не пристегивают или у детей нет автокресел, зачастую многие дети говорят, что есть даже автокресло. Но есть и такие случаи, говорят, что у нас есть автокресло, но оно в багажнике находится, понимаете? То есть родители приобретают автокресло, ссылаясь на то, что ребенок плачет. И я этому свидетелем не раз становился, когда проводились определенные мероприятия. Вот был такой случай, я вам скажу, буквально недавно. Мать перевозила, можно сказать, малыша до двух лет на коленях. Мать посадила, и, конечно же, мы приняли меры. Вот когда я задал вопрос, неужели вы не боитесь? Это же автомобиль, это же техника, она может испортиться. Я говорю, что вы представляете, если выстрелить подушка безопасности просто от какой-то тех неисправности, что произойдет с вашим ребенком? С одной стороны, ваша грудь, с другой стороны, подушка безопасности, которая выстреливает на скорости 160 км в час. А что вы понимали, это огромная скорость, это около 300 метров в секунду. Что произойдет? Она начала ссылаться и как раз-таки показала, что у нее находится сзади детское автокресло, и ребенок плачет. Понимаете? И мы заставили ее подсоединить это детское автокресло. Ребенок не плакал абсолютно. Он сидел, он еще даже ребенок и не понимает, вот такие сотрудники полиции. Она ссылалась на то, что, наверное, ребенок увидел сотрудников полиции и перестал плакать. Но ребенок еще не осознает, кто такой сотрудник. Руслан, а какие-то административные меры принимаются? Да, конечно же. Административный кодекс в Российской Федерации предусмотрено нарушение по статье 12.23.3. Это административный штат в размере 3000 рублей. Чтобы вы понимали, 3000 рублей на сегодняшний день за 3000 рублей можно купить полноценное, стандартное, хорошее автокресло. А если человек за короткий промежуток времени несколько раз нарушил? Сотрудник госавтоинспекции имеет привлечь его за каждое административное правонарушение отдельно. И ограничить его движение в том числе. Потому что пока не устранит, то есть либо не привезет на место автокресло, сотрудник госавтоинспекции может такие меры предпринять, потому что это угрожает жизни и здоровью детей. Руслан, но мы сегодня не можем сказать, что дети не знают правила дорожного движения. Я вам более скажу, что у нас дети знают правила дорожного движения лучше. Чем взрослые. И я вам скажу, что на сегодняшний день самая лучшая категория – это дети, которые в детском саду. У нас в детском саду дети лучше знают, чем старшеклассники даже, и чем их родители правила дорожного движения. Поверьте, сегодня работа педагогами и в образовательных учреждениях, и в детских садах, и сотрудникам госавтоинспекции проводится огромная работа. Но у нас проблема вся в родителях. Вся проблема в родителях, потому что родитель на сегодняшний день – это авторитет для ребёнка. Если папа, мама говорит, это можно сделать, соответственно, ребёнок верит старшему, конечно же, начинает нарушать тоже. Когда вы ездите в эти лагеря, когда вы рассказываете детям, показываете, вы же, наверное, и проигрываете, да, какие-то моменты. Как раз таки он говорил, что вот эти мобильные автогородки, лаборатории безопасности позволяют на практике и в постановочных определённых, так скажем, ну, грубо говоря, сценках, показать ребёнку, что если он будет нарушать правила дорожного движения, что его ждёт, что может произойти. А достаточно три лаборатории для республики? Я вам скажу, что вообще сама передвижная лаборатория безопасности – это автомобиль «Форд Транзит», чтобы вы понимали, это вообще дорогое удовольствие. И в республике единственный субъект, где есть три автомобиля лаборатории безопасности – это республика Дагестан. И вы сами понимаете, что это, как говорится, дорогое удовольствие, но сегодня, скажем, самим Министерством внутренних дел и, конечно же, Министерством образования направлено на снижение детской смертности, как прежде всего, детской аварийности. Наших детей нужно беречь, но, к сожалению, взрослые наши этого не понимают. Какие акции летом проводит ГИБДД? Мы в основном мероприятие проводим, когда учебный год и в преддверии, так скажем, каникул весенних, то есть летних, осенних, зимних каникул и так далее. Ну, вообще в летний период увеличится пассажиропоток. Я вам уже рассказывал, что мы целенаправленно проводим Единые дни безопасности. Чтобы вы понимали, что Единые дни безопасности, когда инспектор госавтоинспекции стоит, выявляет и все. Помимо этого, он вручает ему еще информационное пособие, как он должен перевозить этого ребенка. Поэтому здесь не только, как говорится, административный ресурс мы воздействуем на водителя. Здесь и информационный ресурс просветительский, чтобы он осознавал, какая опасность ждет его. Если ему сегодня повезло, что ему напомнили сотрудники госавтоинспекции, завтра же ему может жизнь напомнить или какой-то трагический случай, к сожалению. Поэтому здесь приходится срабатывать на опережение. Здесь большая работа у нас направлена вообще с родителями, потому что вся проблема у нас с родителями. Ребенка обучает, ребенок это знает. Мы говорим как раз о пешеходах. Здесь вообще несовершеннолетние. И в темное время суток не должен передвигаться по дорогам общего пользования. С ним минимум, как рядом, должен быть в сопровождении совершеннолетний, старший. Поэтому здесь, если такие случаи мы выявляем и происходит, к сожалению, ДТП, здесь в отношении родителей собирается материал по Кодексу административных пронарушений 5.35, то есть привлечения родителей за неподобающее, так скажем, воспитание своего ребенка. Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что каждый и водитель, и родитель вообще обязан воспитывать своих детей. Это его обязанность, прямая обязанность. Но если первый раз он может либо предупреждение, либо минимальным штрафом в 500 рублей, то в следующий раз, если произойдет такой случай, собирается материал, и этот материал передают в комиссию по делам несовершеннолетних. И там уже может рассматриваться вопрос даже о лишении родительских правов. Здесь многие думают один раз, ну что там, мне там маленький минимальный штраф выявили. Но, к сожалению, второй раз вы можете в один миг просто потерять. Законодательство вас обязывает, и нравственно-духовное воспитание обязывает вас своих детей воспитывать правильно. Но вы своим примером, к сожалению, показываете иное. Руслан, хотя, казалось бы, все очень просто и элементарно. Эти правила прописаны для того, чтобы уберечь участники движения. Это водители, пешеходы, все, чтобы были живы и здоровы. Многого здесь не надо. Надо просто соблюдать правила дорожного движения. Завершая нашу беседу, какие пожелания вы бы сказали тем, кто сегодня слышит нас в эфире. Понятное дело, первое пожелание – это беречь себя, своих родных и близких. Да, вы правильно сказали. Правила дорожного движения – это, как говорится, свод правил, которые могут помочь вам сохранить жизнь и здоровье как самих взрослых, так и ваших детей. Ну, я бы сказал, как сотрудник госавтоинспекции, дорога ошибок не прощает, и второго шанса не бывает. Все мы, сотрудники, выезжаем на дорожно-транспортные происшествия. К сожалению, видим эти ситуации, так скажем, когда у людей просто все теряет просто в один миг. Все переворачивается в жизни. Жизнь до и после. Жизнь начинается до и после, и поэтому берегите себя, берегите своих близких. Будьте взаимно вежливы и аккуратны на дорогах. Конечно же. Я благодарю сегодня нашего гостя, начальника отделения пропаганды УГИБДД МВД по Дагестану Руслана Рагимова, за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо вам. А тема эфира была «Лето с пользой информационно-пропагандистские мероприятия в республиканских детских оздоровительных лагерях». Вела беседу Битерниса Гусейнова. Всего доброго. До свидания.